Ну давайте продолжать, я так думаю, ну пошли, теперь пойдем по сюжету, что у нас тут интересного есть, там гробница, вот эта курка в одной ноте. Так, сюжет, 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 а что у нас, 75, 102, 45 на 5, ничего интересного нету, только наверху у загона. Не промахивайся. Это поджечь надо. Тут мы свалимся. Вон там есть ящик. Давайте его возьмем. Отлично. Так, 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 так. Давайте посмотрим, где эта брюлька. Отлично сюда что-то. Два лавки нету запертых дверей. Только похоже на игровую фигурку. Так, отлично, нашли. Выглядит знакомо. Где-то я такие уже видела. Круто. Так, кто догадается, на что похоже на легендарнейшую русскую игру под названием Tetris. Прикольно, кстати, коробочка. Так, типа, бах, там обшито. Так, жизни не нужны. Так, все пучково. Это где у нас, это где-то, да, вдали, за горизонтом. Ладно. Теперь пойдемте. По сюжету. Те брюльки, которые не успеем найти, соберу потом отдельно. СССР, все дела. Так. Клетки. Как будто для зверей. Так, так, так. Не думаю, что Анна разделяет нашу веру. Она здесь по другой причине. Она запуталась. Я понимаю, сам был таким. Но у каждого из нас тут своя роль. Решил обойти территорию, поискать, кого еще убить. И точно поймал одной из потомков. Торопиться не стал. Убивал голыми руками, чтобы увидеть, как из нее выходит свет. Ждал, пока она совсем не остынет. Волшебно. Константин. Блин, рано нажал. Я думал, он перестал уже рассказывать. Оказывается, еще не конец. Вот эти, блин, паузы в разговорах иногда бесят. Ну и как, по вашему фанатике. Ну и как, по вашему фанатике. Будет весьма опасно. Но, может быть, нужно будет опасно. Ага. В первых годах произошел шаг. И они бросили все силы на добычу. Вот только через неделю начался мятеж. Что, рабочих, все достало? Гадалки. Ты же ее видел. Найдем подвеси и пошли к остальке. А, ачивку удали. Гори, гори, ясно. Чтоб не погасло, блин. И, по вашему, они не фанатики, не больные, на всю голову уроды. Вообще психи. Эти женщины с удовольствием так убивать, наслаждаться этим. Гори. Давай тебя тоже сожмем. Гори. Хе-хе-хе. Я тоже буду наслаждаться. Глаз уродов болить. Так, ладно. Чего? Круги наборачиваю. Так, у нас тут есть ящичек. А, гайка и пару патрушек. Как я говорю, больные на всю голову уроды. Радиоактивно. Прикольно. Здесь стекла, магнезит не нужен. Так, сюда никак. Хотя туда можно, по-моему, ездить в гробнице или что-то такое. Да, там, способ в нее. Так. Туда надо попасть. Ладно. Попадем еще. Ага. Запчасти, запчасти, запчасти. Так, здесь можно сжечь. Вот у нас сейчас доступ, будто в гробнице. Давайте сейчас... О! Ух ты! Тут лесенка. Так, а куда нам идти-то? А идти дальше надо. Сейчас коктейль молота возьмем. Где он валялся у нас на этом. Пойдемте сожгем эту хрень. Так, поджигаем. И... Отлично. Здесь у нас детальки... А, нет. Тряпки. Ну, зато тут какая-то брюлька есть. Да, как она отображается. А вот тут деталька. Гайка. Стандартный советский армейский жетон. Выбито имя Юрия Равдоникиса. Хм. На обратной стороне выбито слово осужденный. А, во-первых, заключенный, не осужденный. Ну, ладно. А у меня вопрос. Где тут выбит Юрий Равдоникиса? Или как? Равдони... Ни... Киса... Блин. Точно русское. А как? По цифрам это поняла, что ли? Или так СССР перевела? Ах, очень русский. Так, это что такое? А, это плакаты их сжигать надо, по-моему, да? Ой, так. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут-то. О, как-то. Спит, чувак, отдыхай. Крепки. О, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ладно. Теперь пойдемте в Дропгробницу. Как я сказал, Дропгробницу мы не пропускаем. Так, это поскольку... У нас как тут? Все, да? Тоже все? Ладно, доски не можем брать. Так, здесь вот у нас тоже. Сундучарский. Деталь блочного окна, наконец-то, еще одна. Скоро, блин, может быть даже соберем. Так, где-то аллюхи. Вот нравится, что она сама их скрывает, эти звонки. То есть не надо париться, конечно. Может, это не настолько, скажем так, интересно, но зато не, скажем так, не тормозит и не надоедает с точки зрения повторности. Стоя одно и то же повторять. Ой, по-моему, вот это одна из самых таких. О, по-моему, здесь вагонетки будут. Освещение еще работает. Похоже на урановый снег. Ага, найду урановый рудник. Боже мой. Все такое древнее. Что же они нашли, по-моему? По-моему, это и здесь эти вагонетки. Ой, тогда это хреново. Сколько тут добра-то. Ладно, пошли. Ну-ка, а где у нас? Это очень далеко, да, получается? Аварийный тайник. Ох ты. Так, можно сразу туда спуститься. Давайте сначала здесь посмотрим, что у нас. Знаешь, что интересного? Кроме магнезита ничего, да? Ну ладно. Да, ребят, это долгая гробница. Она крутая, но долгая. Ну, долгая. Водные процедуры, как всегда. Там какая-то булька мигает. Давайте сплаваем. Как здесь тут еще все не затопило? Ну, грустно, значит, вода находится на вот таком уровне. Выше подняться не может. То есть сама там протекающая река или что-то. Как же для этого, чтобы, знаете, найти бы вот этот аппарат для дыхания под водой. Тут будут вот такие пары только гробниц, где без него просто не вариант. А, да, тут же бутыльки. Спиртяжка. Ну, или водка, наверное, хотя бы только непрозрачная. Ведь стирать ей по России а-ля водка все было. О, да, да. Что-нибудь поближе есть, интересно, наверное, нету. У-у-у, нам туда не надо. Ну, и вход. Ну, и вход. Не говори, лавочка. Вход шикарен. Так, что у нас тут внизу? – У-у-у-у-у, не вход вверх. Попробуй. Вход вверх. Каменя быть. Еще артефакты. Похоже, они сделали пролом в старый коридор. Надо бы самой взглянуть. Здесь у нас ничего Да, долгий у нас путь До деревни Прикольно Деталюшки Тут ничего, тут какая-то брюлька что-то будет Эта фляжка принадлежала солдату Красной Армии Маркировку не могу разобрать Тут кроме герба вообще не вижу никакой маркировки Так, где тут реакция должна сходить? На крышке Да, набухаемся Выдержка шикарная Так, а я сюда, да? Наверное Так А где у нас документ этот? Где-то там? Мы вот сюда не забежали с вами Когда мы с вас заберегали У нас сюда куда-нибудь с ними идёт Ух ты нах ты! Не, сюда не надо Это может на обратный путь какой-нибудь будет у нас Наверное Ладно Пойдёмте по ходу Магнезит Ладно, пофиг на этот документ Может быть ещё встретим его Ну а если не встретим То когда-нибудь потом я его найду Так, здесь сейчас надо перебросить через это Что-то типа вот такого вот Вот так Вот так Что бы они ни нашли Оно находится где-то там Не где-то там Ларочка А вот на Так Ах ты блин Я помню эту гробницу Реально одна из самых крутых гробниц Кто-то прятал горный инструмент И самодельно Нельзя больше ждать, когда наши братья снаружи перейдут к действиям Красные Обнаружили здесь нечто более ценное, чем эта ядовитая руда Они нашли и осквернили могилы наших праотцов Это последняя капля Сначала мы думали, что древние стражи восстанут и покарают наших мучителей Теперь я понял, что это нам суждено стать орудием Божьего возмездия Мы прячем кирки и топоры и копим силы Очень скоро те из нас, кто ещё может драться, восстанут и перебьют наших угнетателей Пока они не стёрли с лица земли наше прошлое и настоящее Вот, ребята, один из самых тупейших документов в игре И сейчас объясню почему Представляете? Здесь по теории они заключённые, да? То есть над ними должен быть постоянный контроль Им выдаются кирки там, другой инструмент И они их куда-то прячут Вопрос, во-первых, куда здесь можно что-то спрятать Ну это ладно, можно куда-нибудь запихнуть, там закопать, феврально говоря Но вы серьёзно хотите сказать, что... Ой, блин В общем, никакого контроля, никаких проверок, ничего То есть сегодня приходит заключённый на работу, да? Ему дают кирку, там лопату, не знаю, копьё Там... Он берёт... Эту кирку, лопату Прячет Приходит там на следующий день или, там, не знаю, после обеда Слушайте, а у меня кирка куда-то делать? Дайте новую Да без проблем, держи Это настолько тупо Потому что даже кирка вот реально может использоваться как оружие Там просто потерял всё, как обычно Там... Выпарок, не знаю, к стенке поставить, расстрелять Чтобы другим непровадно было Потому что это настолько тупо Так, ладно Ничего не скажешь? Это просто нереально Так... Мне эти кирки куда-то девают Так... Да... Говоря ли там сразу бы нашли бы с учётом таких... Не-не... С учётом того Как русских тут показывают Последними тварями Так... Здесь нам надо вырубить воду Если я не ошибаюсь Вене не вырубить, а вот... Телегой перекрыть это... Вагонеткой Так что это тупо... Вряд ли они бы не одновременно не могли бы потерять Иначе бы получили, во-первых, число бы... Взрыватель для бомбы... Тоже собран вручную... Наверное, он долго собирал её по частям... У меня вопрос... Как это хрень взрывает чё-то... Ну ладно... Я всё-таки не... Не подрывник, не мастер в этих делах... Дальше, может как-то он и может подрывать... А давайте сюда сбегаем... Вот оно... Так близко... Надо как-то пробраться внутрь... Вот именно, Ларочка... Разбей ты это стекло нахрен... Вон, он даже бьётся... А ну... И всё... И проблем не будет... Нет, надо именно обходить за километр... Когда урановая руда почти иссякла... Я всерьёз опасался, что командование свернёт проект... Но когда мы уже собирались закрыть шахту... Вмешалась сама судьба... Мы нашли некое помещение, пострадавшее от обвала... Но явно созданное человеком... Внутри находились древние предметы и объекты... К которым никто не прикасался с того дня... Как гробницы запечатали почти тысячу лет назад... Мы удвоили усилия... Рабочие вместо добычи руды ищут и извлекают из гробницы артефакты... Местные снова поднимают шум, как будто не хотят... Чтобы кто-то увидел эти реликвии... Придётся примерно наказать пару юнцов... Пока недовольство не переросло в бунт... Ну а тут здесь технически логично... Пресечь на корню... А там сколько вон кирки воруем... Ой, развлекаемся... Всё, фигня-то какая... Ох... Так, вот... Проблема в том, что я не помню, как это проходить... Хе-хе-хе-хе-хе... О, еще одна Мега надпись А, даже не продиктуешь, что там написано Я не заметил, какой у меня уровень По-моему, в Теоретии, потому что ачивка выбилась Под назовем полиглот Она загородила мне цифру А плюс вот этой способности, подсветочка сразу Мусорное ветро, пойдемте заценим Что в нем лежит Опыт И все, ну листья, но их у меня до хрена Похоже Так, тут фигурина Значит нам это и надо Остается въехать куда, воткнуть стрелу Родничные тележки Нельзя ли перекрыть воду ими? Ну в этом-то и смысл Лавочка, только Как это сделать? Может сюда нужно оттуда откуда-то выстрелить? Ну, это не помню Это вот, вернее, загадку Я помню, что нужно тележкой в воду Там, вы ее подставляете Она, вода Тележка бьет, стекает Мы поджигаем эту фигню и перепрыгиваем Это я помню А вот как это сделать Не припоминаю Может на тележку тут прыгнуть как-то? Потому что отсюда я не вижу Куда можно воткнуть Да, вот тут есть вот эта штука Направляйка Одна на тележку, да А она сейчас вон-то покатится Ну, давайте Серьезно? Надо найти способ перекрытия полностью Ночный вариант Ну, его же так легко Конечно Надо высвободить еще одну тележку Надо Надо высвободить еще одну тележку Так, может быть, вот теперь можно будет Эту стрелу пустить Что тут написано, блин Ладно Она какого-то хрена не зацепилась Да ее что и уметь-то Давай Не продолжайте Стой Игал на люди с киркой То есть не продолжать работать Все Останавливаем процесс Или дальше копать нельзя Типа Или идти с киркой дальше нельзя Так Так О-о-о-о Аааа Не-не-не-не-не-не Я понял Да Помню-помню-помню Здесь Нужно ее Повесить на этой штуке По-моему Да, чтобы она свисеть начала. Но это точно не отсюда происходит. Хотя отсюда я могу это сделать. Так, вот так вот. А потом нам надо сделать вот так вот. Да, 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 я вспомнил. Теперь мы опять прыгаем на эту хреновину, и у нас все в шоколаде. Ох ты, высоковато было, однако. Так. Ну, учитывая, что мы читали трактат, о том, как стать Росомахой, у нас все восстановилось. Прикольно, я забыл поджечь ее. Ай, блин, ах. Кинул, называется, заговорился. Наверное, в конце концов, рабочим все это надоело. Это все-таки одна из лучших здесь таких вот загадок в игре. Так, мусорное ведро. Еще одно мусорное ведро. Монетки. Опять две штуки. Ну и там далее. Похоже, эту штуку отсюда волоком тащим. Древняя рукопись. Философское рассуждение о достоинствах познания. Все ловушки неподалеку автоматически подсечиваются при использовании и улучшении таким какого-то оживания. Круто. Теперь в ловушки не будем попадаться. Хотя мы и в них не попадались. Но все равно, пусть и будем. Мне еще нужны. Столько повреждений. От неумелых раскопок и до обрушения. Наверняка это связано с пророком. Вот это точно не советская техника. Значит, сюда уже и троито должно было добраться. Ой, так, что у нас еще? По-моему, мы тут все собрали, да? Наверное, сначала они пробились в эту шахту. Возможно, она ведет наружу. Вот через это надо было заходить. И не париться. Нет, рогатка классная. Это как, знаете, я в свое время купил Assassin's Creed. Как он там? Ну, короче. Завершение это Assassin's Creed 2. Замок как называется. Там девица уже старый такой. Купил ее ради загадки в маяке. Но без спорта так и не поиграл. Потому что когда смотрел прохождение, мне так понравилось. То, что он там... Там все так, как там... По таймингу механизмы такие. Ну, вот и вот этот входик. Надо было сломать вот этой тележечкой. Ну, ладно, все. Теперь мы... Я думаю, возвращаемся к сюжету. Времени мы потратили довольно много, но в основном это... Одна из лучших гробниц в этой игре. Будет еще парочка тоже довольно... Таких же, скажем так. Поначалу кажется замудренных, а потом, когда ты понимаешь, как они решаются, они довольно простенькие. Одна вот, конечно, тоже будет там... Там надо будет что-то поджечь с этими... Ой, как их... С плотами, что ли? Так, не, куда-то я или туда прыгнул, что ли? А, не, или туда. Там вообще будет довольно ужасный тайминг. Так что, даже не знаю. Но я все равно придется проходить. Как я и говорил, дом в гробнице ничего плохого не дает. Только все хорошее. Всякие... Способности. Так, мы тут, по-моему, все подобрали, кроме одного аварийного тайника. Пусть придется возвращаться потом, наверное. Ну, а сейчас мы по сюжету. Наверное. Хотя не, наверное, а точно. Советская база, все дела. Пойдемте пить морду этим больным мальцеглобов фанатикам. Которые ловят кеф от того, что голыми руками убивают женщин. Так, здесь у нас сто пудово все. Есть. Да ладно. Где у нас ближайший костер? Ближайший ловит далеко. Ладно. Иначе не будет ближайшего коства. Где-то тут самогон стоял. Вот он у нас самогон. Прикольно. Прикольно. Прямо щель-то. Ай. Между этими досками с тревками. Это прикольно. Больше нет сейчас самогона? Ну, смотрите. Телефончик. Какой-то типа гнитофончик. А, самогон закончился. И как нам быть? Что нам делать? А, не. Вот он есть еще. Это надо уметь, блин, мимо пинуть. Зато мы теперь знаем, что можно на сквозь прокинуть. Что теперь? Можем подобрать? Да, тряпочку теперь можем. Так. Здесь что-то с этим можно сделать. Так. Нет, наверное, взорвать можно или что-то типа такого. Чувак с калашом умер, да. Нам куды. Развернись в нужную мне сторону. Нам, не знаю, суды не суды. Так, да, давай, так, подождите. Данного действия на эту грыльку. Грылька здесь. Звезда Героя Советского Союза. Это высшее звание за героизм. Видимо, принадлежала кому-то из офицеров. Видимо, это подделка, потому что настоящая звезда должна быть золотой. Ну, или там, с позолотой. так. Все-таки нас золотая. Еще пропаганда. Еще одна советская табличка. Ну, теперь точно третьем и теперь сможем воспользоваться с этим обелиском подобное. и тому подобное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шахматные доски, лук разблокирован, о, наверное, блочный лук наконец-то, ура, блочный лук, ой, поскольку мы с вами сейчас внизу, мы сможем с вами сходить, наверное, и прокачаться, заодно блочный лук сделать. Давайте сбегаем, я думаю, мы даже на этом закончим, ну да, и на этом мы, думаю, закончим, а в следующей части мы, наконец-то, пойдем по сюжетам. Так, тоже все, максимум, так где это, костер хренов, он у нас там, да? Так, навыки на дно, оружие. Смотрим на лук, так, нет, лук, 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 блочный лук, дыхание смерти, белая вдова. Такой же, такой же, такой же, шепот смерти. Шепот смерти. Так, вот интересно, скорость натягивания ниже, время удержания ниже, скорость стрельбы ниже, зато урон выше. А-а-а, фу-фу-фу, это тут интересно. Серьезно? Я хотел себе блочный лук, а он имеет такие отстойные показатели. А вон мы все равно снова в голову стреляем без лука. Хотя бы какие-нибудь волка, ну-ка, давайте заценим. Роза, почему блочный лук и удержание хуже? Блочные луки созданы для того, чтобы снимать нагрузку с рук того, кто стреляет, чтобы дольше держать и точнее целиться. Эти блоки они дают, то есть, при той же силе тетивы, даже при более высокой силе, получается, нужно меньше прикладывать силы самому человеку. То есть, при силе именно натяжения, надо меньше прикладывать силу, чтобы эту тетиву натянуть. Ну ладно, оставим, наверное, и как-нибудь посмотрим. Если не понравится, сменим. Ну, а на этом, я думаю, все. В следующей части увидимся. Так что всем до следующей части. Субтитры сделал DimaTorzok